Виктор, приветствую. Поздравляю с победой. Ну, как минимум, это заявка на 50 тысяч долларов. Но это мы сейчас отсудим в плане подписания контракта и так далее. Давай немного тебя знакомить с аудиторией Лиги Эсей. У вас, я так понимаю, некий конфликт с оппонентом, что-то личное. Давай еще эту историю расскажем. Всем привет. Короче, смотрите, такая тема. С мая мы готовились к этому бою, наверное, с апреля, конца, я вот узнал, новая Лига Урал Ивси. Там планировался бой на первое число, на 10 июня, потом перенесли на июль. У меня уже был соперник, у него был я, я у него был. Мы готовили, готовили, все нормально. За неделю до боя все нормально, на следующий день мы не сделали визу. Как вы не сделали визу? Мы готовились. По итогу мы поехали на Урал за 3-4 дня. Мы окончательно поняли, что он не приедет. Там 4 замены, вышел соперник. И все это время он, конкретно он, его брат, он в меньшей степени его брат, писал много неуважения к народу, к моей семье. Ну, как часто у восточных ребят это бывает. Я дрался с неранцами, у них всех одна манера. Мама, папа, бабушка и так далее. Вот. И это затянулось. Потом они обвинили мою команду, то, что они помешали ему сделать визу на Урал. В итоге это все перешло в Минск на турнир России. И на протяжении этого времени, блин, у меня... Я стал пользоваться режимом полета в телефоне, никогда не пользовался. То, что постоянно пушивают давление в Инстаграме, там угрозы, голосовые, видеочаты. Афганцы там все толпами, Валя там угрожает, что я там такой-то, такой-то. Они его воспалят. У них там, походу, какой-то медийный. Много подписчиков там. И это все тянулось, длилось. Переходило на оскорбление. Ну, это все закончилось. Конец боя, конец истории. Я оттянуть шлейф не собираюсь. Я ответил за свои слова. Он приехал, подрались, так получилось. То есть в вашем противостоянии поставлено... Да, но что, мы все видели, чем это все закончилось. Поэтому, как бы, смысл тянуть эту тему абсолютно нет. Это было кому-то интересно до определенного времени. Теперь, я думаю, целевая аудитория уже подублается в плане этой шумихи. Смотри, эмоциональный момент. Он играет большую роль в поединках. Плюс дебют в Лиге Эсей. Огромная лига. Плюс поединок дома. Насколько все вот эти факторы в совокупности на тебя давили? Ты знаешь, давило. Все очень давило. Во-первых, одно имя Эсей. Это была моя маленькая мечта, на самом деле. Я никогда не думал, что попаду в эту Лигу. Потом уже со временем начал понимать. Помню, еще Саня Ковалев. Когда подрался, шорты мне принес. Было после боя подогнать. Вернее, нет, у меня свои будут. Все равно, короче, взял. Прикольно. Теперь у меня свои. Да, попал в Лигу. Благодарен очень команде, менеджеру, что дал эту возможность. Турниру просто в Минске. Нужны были интересные противостояния. Ну, наши с афганцем этим. Как бы было интересно. Вес на публике. Афганцы, их диаспор там что-то качало этот бой. Давайте подрались. Ну, в итоге. Да, еще момент был, что мы оба не сделали вес. У меня была вторая сгонка. На Урал гонял тоже килограмм. Я всегда мог гонять. 15-16. Всегда гонял. А, тогда бонус. Все, забудь. Ну, мне не светило. Я не контрактник. А он не сделал вес на 3,5 килограмма. То есть, там... Ну, типа принципиальный момент. Сурно соглашался на бой. Да, да. Чтобы я сказал, ну, как дело бизнеса. Плати бабки, деремся хоть 90. Ну, я знал, что, ну, конечно, в бой. Физически, конечно, чувствовал немного. Он весел. Я не знаю, сколько. Ну, не суть. Вот. И в этот момент... Да, ну, не сделал вес на уровне. Не контрактник. Не контрактник. ACA все равно твоя мечта, скажем так. Одна из твоих целей. Которая вот-вот после такого нокаута уже можно сказать на пороге. Тебе сегодня предлагают контракт. Подписываешь? Да, не знаю. Блин, сложно сказать головой. Да. Нужно быть рациональным. Нужно... Считаешь, пока еще не готов? ...больше времени уделять этому всему. Ездить в сборы. Далеко бороться много. С этим немножко есть моменты. Поэтому... Да, объективно я считаю, что... Лига ACA не то, что не мой, а я не их уровень на данном этапе. Я не вижу, как я конкурирую стоп в 10-15. Без конкуренции в борьбе там ловить особо. Первый раунд. Как раз сказал, есть проблемы с борьбой определенные. Тебя он пробарывал. Что говорили в углу? Чувствовал ли, что первый раунд отдал? И, может быть, бой чуть-чуть уходит? Ты знаешь, может, я не чувствовал, что дыр... Я не получил никакого урона внизу. Я чувствовал, как он очень сильно тратится внизу. Очень сильно. Я его закинул в треугольник. Он хрипел. Я думал, он что-то заснул. Я слабину дал. Уже поверил в себя. Припустил. Он вылез. Я его посек. У него очень сильно сечка открылась. Вот. Вот этот момент был. А урона никакого абсолютно. Ничего. Все вскользь. Я на второй раунд уже такой... Парсвежее вышел. И чувствовал, что он устал. Но я думаю, в третий раунд вопрос бы закрыли. Вряд ли решения было бы в этом бою. Он очень сильно тратился. Сила есть, но распределение как таковое. Я тебя поздравляю. Отличное выступление. Подотрясающий финиш. Успехов. Спасибо.